На прошлом уроке мы говорили об изображении светского общества в первой части романа. Вторая и третья части первого тома – изображение войны 1805 года. Идя вслед за Толстым, мы должны разобраться в характере этой военной кампании и в том, как разрешаются во второй и третьей частях романа важнейшие нравственные проблемы, такие как отношение писателя к войне, поведение человека на войне, проблемы трусости и героизма, природа человеческой храбрости и подвига. После просмотра вы должны будете выполнить определенные задания. Если в первой части романа действие, которое приходилось на июль 1805 года, Толстой изображает обстановку накануне войны, показывает назревание конфликта, то во второй части он переходит к описанию столкновения России с Западом. В связи с этим расширяется пространство романа. Оно переносится в Австрию. В роман вливается целый поток новых героев. Александр I, австрийский император Франц I, Наполеон Бонапарт, командующие армиями Кутузов и Мак, крупные военачальники, например, Багратион, разные командиры, штабные офицеры, дипломат Билибин, русские, австрийские, французские солдаты, гусары, полк Денисова, пехотинцы, рота Тимохина, артиллеристы, на батарее Тушина, мирные жители. Что же произошло к августу 1805 года? Почему русские вступили в войну с Наполеоном? Требуется небольшой исторический комментарий. Для того, чтобы разобраться в том, о чем же пишет Лев Николаевич Толстой во второй и третьей частях своего романа. С 1803 года Англия находилась в состоянии войны с Францией, которая распространяла свое влияние на многие европейские государства. Швейцарию, Голландию, королевство Пьемонт, английская буржуазия и аристократия объединились с целью не допустить подчинения Европы диктату Наполеона. В начале мая 1803 года началась война между Англией и Францией. В 1804 году Наполеон стал императором Франции и начал готовиться к вторжению в Англию. К лету 1805 года его 180-тысячная армия стояла на французском побережье Ла-Манша в Булонском лагере. Сухопутных войск для захвата Наполеон ухватало, но на море Англия была значительно сильнее. Совершив неудачную попытку оттянуть британский флот от Ла-Манша, Наполеон отказался от своего плана вторжения. 11 апреля 1805 года Англия подписала Петербургский союзный договор с Россией, также недовольной внешней политикой Наполеона. 8 августа 1805 года к договору присоединилась Австрия, а несколько раньше в созданную Третью антифранцузскую коалицию вошли Швеция, Сицилия и Неаполитанское королевство. Члены коалиции хотели видеть в своем составе и Пруссию, однако прусский король колебался и не спешил вступать в союз. В итоге войну с Францией союзники закончили без участия Пруссии. Союзниками Франции выступали Испания, Бавария, Италия и несколько небольших европейских государств. На совещание в Вене был принят план войны с Францией. Для борьбы с Наполеоном предполагалось выставить огромнейшие силы 250 тысяч австрийцев и 180 тысяч русских, а также войска других союзников. Всего 622 тысячи. Однако не все государства свои войска предоставили. 50-тысячная русская армия, возглавляемая Кутузовым, должна была собраться на юго-западной границе России и двинуться в Австрию на соединение с австрийскими войсками. Еще 90 тысяч русских солдат, под началом командующих Бениксеном и Буксведеном, были должны пройти через прусские границы и вынудить прусского короля вступить в коалицию. Но события, к сожалению, развивались не совсем так, как хотелось союзникам. 72-тысячная австрийская армия под командованием генерала Карла Мака, не дождавшись русских, вторглась в Баварию. Наполеон, узнав об этом, покинул Булонский лагерь и, совершив марш-бросок, в кратчайшие сроки достиг Баварии. В битве под Ульмом австрийская армия была разгромлена и капитулировала. Произошло это 8 октября 1805 года. Армия Жекутузова выступила в поход длиной 900 верст до 1000 километров 25 августа. Планировалось достичь австрийских сил за 62 дня. Но сложившиеся обстоятельства внесли свои коррективы. После сложнейшего, изнурительнейшего перехода русские войска 30 сентября, сократив время почти на месяц, дошли до австрийского городка Браунау, в котором расположилась штаб-квартира Кутузова. Толстой начинает повествование о войне 1805 года с осмотра русской армии под Браунау. Зачем же этот смотр понадобился Кутузову? Это очень важная сцена. Смотр сразу же выявил основные проблемы этой войны. Ее ненужность для России, непонимание солдатами цели и задач этой войны, измотанность и усталость после перехода русской армии, недоверие между союзниками, нехватку снабжения, общее состояние неорганизованности и неразберихи. Обратимся к тексту. Толстой прибегает к приему полифонического диалога. Таким образом, он передает мнение и настроение солдат. В одной из сцен мы читаем. А что Федешоу? Сказывал он, что ли, когда стражение начнется? Ты ближе стоял. Говорили все, что в Брунове сам Бунапарт стоит. Ха! Бунапарт стоит! Ишь, врет дура! Чего не знает. Теперь прусак бунтует. Австрияк его, значит, усмиряет. Как он замирится, тогда и с Бунапартом война откроется. Ха! А то, говорит, в Брунове Бунапарт стоит. То-то и видно, что дурак. Ты слушай больше. Этот диалог показывает, что солдаты вообще не понимают причины цели войны. Не понимают, зачем и за что они воюют. Исцена смотра под Браунау очень ярко передает общность настроения солдат. Еще до начала смотра в лагере русских царит Суматоха. Никто не знает, в какой форме главнокомандующий хочет видеть солдат. Но командир полка руководствуется принципом лучше перекланяться, чем не докланяться. Поэтому усталые солдаты после перехода не смыкали глаз, всю ночь чинились, чистились. Потом поступает приказ, что главнокомандующий желал видеть полк совершенно в том положении, в котором он шел, в шинелях, в чехлах и без всяких приготовлений. Для чего же это нужно Кутузову? Толстой пишет, Кутузов, не считавший выгодным соединение, но он имеет в виду соединение с армией эргерцога Фердинанда и Мака. В числе прочих доказательств в пользу своего мнения намеревался показать австрийскому генералу то печальное положение, в котором приходили войска из России. То есть Кутузов прекрасно понимает, что для России эта война не важна, потому что речь не идет о защите Отечества. Поэтому Кутузов пытается удержать армию от ненужных потерь, от бесполезного кровопролития, тем самым главнокомандующий намеревается спасти армию. Главное лицо этого эпизода Кутузов. Уже в этой небольшой сцене автор показывает отношение Кутузова к солдатам и боевым офицерам. Толстой пишет, Кутузов прошел по рядам, изредка останавливаясь и говоря по нескольку ласковых слов офицерам, которых он знал по турецкой войне, а иногда и солдатам. Поглядывая на обувь, он несколько раз грустно покачивал головой и указывал на нее австрийскому генералу. Увидев старого сослуживца еще по турецкой войне, капитана Тимохина, он остановился и похвалил его за храбрость. Солдаты, чувствуя отношение к ним Кутузова, тоже платят ему любовью и уважением. Они рады воевать с таким главнокомандующим, который понимает их нужды и чаяния. Однако не все разделяют это чувство. Толстой противопоставляет искренний, единый солдатский мир офицерам свиты, представителям того самого насквозь фальшивого светского общества, которое мы уже видели в салоне Анны Павловны Шерер. Так черноватый гусарский офицер кривляется перед разнего идущего впереди полкового командира. Разжалованный Долохов подходит к Кутузову и просит дать ему возможность загладить вину и доказать преданность императору. Им движет не любовь к родине, а стремление любой ценой вернуть себе офицерский чин, потерянный им из-за пьяной выходки и бесчинства. Поэтому, слушая Долохова, Кутузов отвернулся и поморщился, как будто хотел выразить этим, что все, что ему сказал Долохов и все, что он мог сказать ему, он давно-давно знает, что все это уже прискучило ему и что все это совсем не то, что нужно. Подлинную цену отношений между свитскими офицерами можно увидеть в разговоре Жиркова и Долохова. Жирков когда-то принадлежал к тому же буйному петербургскому обществу, которым руководил Долохов, но, встретив его за границей разжалованного, сделал вид, что не заметил. Когда же Долохов поговорил с Кутузовым, вошел, так сказать, в милость, Жирков сам к нему подъехал и заговорил. Долохов довольно холодно ему отвечал. Дружеской беседы у них не получилось, потому что никаких искренних чувств у них не было, кроме желания возвыситься. Раскрывая эпизод за эпизодом войны 1805 года, Толстой убеждает читателя, что война это противоестественное и бессмысленное событие. Ведь простые солдаты не чувствуют ненависти к друг другу, не горят желанием убивать. Мы видим сцену перемирия, и во время этой сцены солдаты переговариваются, немножко, так сказать, шутят друг над другом, смеются. Вот читаем, например, «Го-го, ха-ха, ух, ух, раздался между солдатами грохот такого здорового и веселого хохота, невольно через цепь сообщившегося и французам, что после этого казалось, нужно было поскорее разрядить ружья, взорвать заряды и разойтись поскорее всем по домам». А дальше Толстой с большой горечью констатирует, «но ружья остались заряженные, бойницы в домах и укреплениях также грозно смотрели вперед, и так же, как прежде, остались друг против друга обращенные, снятые спиритков пушки». Мысль о бесчеловечности и недопустимости войны у писателя связана прежде всего с образом Николая Ростова. Мы помним, что Николай, сын богатого московского графа Илья Андреевича Ростова, живет с родителями, сестрами и братом, большом, всей Москве известном доме на Поварской. Это красивый, невысокий, курчавый, молодой человек с открытым выражением лица, на котором читаются стремительность и восторженность. Он студент, но мечтает о военной службе, поэтому в 1805 году бросает университет и полный патриотических чувств идет в армию в чине Юнкера. Толстой постоянно подчеркивает лучшие душевные качества Николая. Так, Джули Карагина в письме к Марии Балконской охарактеризовывает Ростова как молодого человека, в котором очень много благородства, истинной молодости, которую редко встретишь между двадцатилетними стариками. У него особенно так много откровенностей сердца. Он так чист и полон поэзии, пишет Джули в письме. В гусарском Павлоградском полку, куда поступил Николай, он совершенно счастлив. У него складываются хорошие отношения не только со служивцами, но и, например, с хозяином дома в Австрии. Николай находится на постое. Вот как пишет Толстой об их встрече однажды утром. Хозяин немец фуфайки и колпаке выглянул из коровника. Лицо немца вдруг просветлело, как только он увидал Ростова. Он весело улыбнулся и подмигнул. Возьмем из двери коровника сдернул колпак и, махнув им над головой, закричал «Да здравствует весь свет!» Ростов сам, так же, как немец, взмахнул фражкой над головой и, смеясь, закричал «Да здравствует весь свет!» Хотя не было никакой причины к особенной радости ни для немца, вычищавшего свой коровник, ни для Ростова, ездившего со взводом за сеном, оба человека с счастливым восторгом и братской любовью посмотрели друг на друга, потрясли головами в знак взаимной любви и, улыбаясь, разошлись. Однако в полку Николай впервые сталкивается с суровой реальностью, которая нарушает его ощущение безоблачного счастья. Случай с Теляниным и события за ним последовавшие поколебали в его душе веру в справедливость и благородство. Николай Ростов не профессиональный военный, ну, как, скажем, князь Андрей или Василий Денисов. Он впервые будет принимать участие в военных действиях. И вот как он их воспримет, какое впечатление на него произведет война, это и будет с точки зрения Толстого выражение естественных человеческих взглядов. До своего первого боя Николай Ростов представлял войну в романтическом ореоле. Во время переправы через реку Энс Ростов, стоя на левом фланге, на своем видном грачике, имел счастливый вид ученика, вызванного перед большой публикой к экзамену, в котором он уверен, что отличится. Он ясно и светло оглядывался на всех, как бы прося обратить внимание на то, как он спокойно стоит под ядрами. В ответ на одобрительный оклик и улыбку командира эскадрона Василия Денисова, Николай почувствовал себя совершенно счастливым. После перехода через Энс командир полка Шуберт получил приказ поджечь мост, чтобы отрезать французов. Он скомандовал второму эскадрону вернуться к мосту и выполнить приказ. Ростов, как и остальные гусары, спешился и побежал к мосту, боясь отстать от своих. Когда выкрикнули слово носилки, он и не подумал о значении этого слова. И вот он вбежал на мост и вот здесь совершенно растерялся. Рубить, как он себе всегда воображал сражение, было некого. Помогать с зажжением моста он тоже не мог, потому что не взял с собой, как другие солдаты жгута соломы. Он стоял и оглядывался, как вдруг затрещало по мосту будто рассыпанные орехи. И один из гусар, ближе всех бывший от него, со стоном упал на перила. Ростов подбежал к нему вместе с другими. Опять закричал кто-то «Носилки!» Гусара подхватили четыре человека и стали поднимать. «О, бросьте ради Христа!» закричал раненый. Но его все-таки подняли и положили. И вот в этот момент Ростов испытал вполне естественное человеческое чувство. Страх. Страх за свою жизнь. Но как от этого страха избавиться? как побороть его в себе? И Николай Ростов отвернулся от моста, где гибли люди, где разрывались ядра, летела кортечь, и как будто отыскивая чего-то, стал смотреть надаль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко, как ярко и торжественно опускающееся солнце. Как ласково глинцевито блестела вода в далеком Дунае. И еще лучше были далекие, голубейшие за Дунаем горы, монастырь, таинственные ущелья, залитые дамакуш, туманом сосновые леса. Там тихо, счастливо, ничего, ничего бы я не желал, ничего бы не желал, ежели я был бы только там, думал Ростов. Во мне одном и в этом солнце так много счастья, а тут стоны, страдания, страх, и это неясность, это поспешность. Вот опять скричат что-то и опять побежали куда-то, я бегу с ними и вот она, вот она смерть надо мной, вокруг меня, мгновение и я никогда уже не увижу этого солнца, этой воды, этого ущелья. В эту минуту солнце стало скрываться за тучами, впереди Ростова показались другие носилки, и страх смерти и носилок, и любовь к солнцу и жизни, все слилось в одно болезненно тревожное впечатление. Господи Боже, тот, кто там в этом небе, спаси, прости и защити меня, прошептал про себя Ростов. В этом отрывке есть очень важный момент. Это не только психологическое состояние Николая Ростова, это и любимая толстым антитеза. Писатель противопоставляет красоту природы ужасам войны. Это еще одно свидетельство неприятия толстым войны как способ решения споров между людьми. Та же самая мысль звучит и в словах князя Несвицкого, наблюдающего за действиями гусар. Был бы я царь, никогда бы не воевал. И опять на контрасте Толстой показывает поведение штабных офицеров. Князь Несвицкий, не передавший приказ поджечь мост, трусливо стоит в отдалении, на безопасном расстоянии, наблюдая за смелыми действиями гусар. Рядом с ним адъютант Багратион Жирков радостно думает, что его присутствие вблизи проводимой операции можно преподнести начальству как участие в ней и получить очередное звание. Командир полка Карл Богданович Шуберт посылает выполнить приказ целый эскадрон, хотя было бы достаточно двух человек. Однако, как говорит Жирков, если двух человек послать, то кто ж тогда даст начальству Владимира с бантом? А так хоть и поколоть это, да можно эскадрон представить и самому бантик получить. Наш Богданович порядки знает. В конце эпизода полковник Шуберт с видимой радостью, как пишет Толстой, говорит о потерях двух убитых и одном раненом. Этим писатель подчеркивает, что на войне карьеристы служаки готовы жертвовать чужими жизнями, не испытывая при этом сожаления и раскаяния. Их цель награда и повышение. А для этого все средства хороши. Ну вот, а теперь переходим к заданию, которое вы выполняете письменно. В ваших тетрадочках вы записываете прежде всего тему изображения войны 1805-1807 годов и под заголовочек «Смотр под Браунау» и «Переправа через Энс». Далее по порядку как написано на слайде вы отвечаете на вопросы или вы даете ту информацию которая от вас требуется. То есть первый пункт указываете причины начала войны и цели противоборствующих сторон. Во втором пункте перечисляете основные события войны 1805-1807 годов которые Толстой показывает в романе. Далее делаете подзаголовочек «Смотр под Браунау». Указываете какие цели преследовал Кутузов, каково состояние русской армии после перехода, как ведут себя основные герои эпизода и делаете вывод о том что же показал «Смотр под Браунау», что он продемонстрировал. Дальше четвертое это эпизод «Переправа через реку Энс». Отвечаете на вопросы «Почему в развитии военной темы сцена переправы через Энс в романе вторая по счету? Почему сцена показана через состояние Николая Ростова? И как и для чего Толстым используется прием антитезы? Итак, жду от вас выполнения заданий. «Переправа» «Переправа»?» «Переправа»?» «Переправа»»